привет народ решил я избавиться от тугого хода да и вообще как бы несмотря на все прелести этого хорошего ножа надо разобрать его смазать почистить как бы посмотреть что внутри давайте посмотрим что там и как там начнем с осевого ухты затянуто будь здоров с этой стороны не затем так сразу есть фиксатор резьбы имеется чуть-чуть то есть это уже плюс скажем так так начали с этой стороны значит с этой стороны будем продолжать разбирать 1 2 давайте посмотрим что у нас тут творится вот 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 этого я и боялся о ее мои друзья китайцы меня надурили я расстроен категорически насколько я знаю на оригинальном дистанционная втулка здесь как видите кусочек какашки скажем так конкретная дурилова конкретная конкретная дурилова что я могу сказать я очень сильно простроить ну да ладно будем пытаться чего-нибудь из этого настроить его несмотря на то что нет так ну ладно бог с ним давайте посмотрим на лайнеры лайнеры можете сами посмотреть довольно таки в неплохом состоянии хотя он как бы немножечко как-то изогнутость сейчас наведу чуть-чуть немножечко у него какой-то какая-то изогнутость присутствует мы попробуем его выкрутите все-таки попробую открутить эту боночку я так предполагаю чтобы его снять если разбирать то разбирать уже полностью да я конечно же расстроен очень сильно так ну вот внутри как выглядят накладки все отфрезерована в принципе довольно таки неплохо да конкретно кривая примерно я ее как-то я так и полагаю подровнял так что нормально с этой как бы по-моему все в порядке очень неплохо обработаны как бы достойно так что у нас с клином давайте глянем протрем его вот как выглядит клин у нас в районе крепления тоже не могу сказать что совсем плохо кстати хотел посмотреть шарик присутствует все очень даже неплохо вот хотел еще дима циркуль померить это сказать давайте попробуем измерить хотел расстояние правильно ли отфрезерована вот здесь уж у меня торчало кусочек давайте попробуем глубину замыть так с одной стороны у нас три целых три целых и шесть сотых ой шесть десятых а с другой стороны у нас 4 чуть больше 4 2 миллиметра вот вам тоже кривизна косячность что я могу сказать малости расстроен конечно в большей степени конечно же я расстроен втулкой осевой то есть как бы говорить о том что полноценно как бы приходится теперь что это действительно точная точная копия скажем так шайбочки цветной металл по цвету на лутун похоже очень ладно будем что-то пытаться делать сейчас мы его повернем шайбочки клин и все такое сейчас достану волшебные тесточки с пастами чуть-чуть попробуем популировать его начнем пожалуй с серой по-нормальному делать по-нормальному делать сейчас будем его и плашки полирнем и клины шайбы как-то так даже на снабина белой даже не буду серой только популирую все чуть-чуть в случае плашки так вот как-то так не в принципе в довольно таки неплохом состоянии поэтому не стоит я думаю сильно усердствовать ну и клин тоже порезаться так что имейте в виду что можно напороться на такую вот бяду с с тем что не будет дистанционной втулки как-то мне скажем так неприятно малость скажем так конечно небольшие ну относительно до деньги сравнивать с оригиналом но как бы там ни было 20 долларов это тоже больше долларов и ты ожидаешь что будет что-то скажем так более обменяемое в принципе люфтов как бы у меня севых никаких не было ни горизонтальных ни вертикальных поэтому я думаю что сейчас наш попробую мне главное чтобы у него относительно мягкость хода было бонка мягко плавненько и легко открывался потому что мне немножко не нравится как он жестковатым туговато очень открывается я привык уже что ножи летают у меня я как бы довожусь до такого состояния чтобы они нормально открывались и закрывались посмотрим шайба кривая походу полируется неравномерно я так думаю что я очень соберу как отрегулирую потом я его по-нормальному заточу не буду я заводских для затупления оставлять не люблю заточка должна быть нормальной хорошей заточу его и потом буду думать как его стали тут на клинке протестировать что она мне покажет скажем так посмотрим давайте сейчас соберем его так 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 первый раз его собирают у меня уже так слепую разобрать и собрать уже столько раз это дело конечно немножечко сложнее будет потому что первый раз так . вот эту скажу я вам винты несмотря на то что там кривые все равно довольно ровно выкручивается хорошего неплохие не знаю по качеству конечно я вам читал но и говорят чуть ли не забиты они так есть теперь мы вставляем полночку всего всего забыл сразу наверное мы смажем его капельки капнем и сверху чуть-чуть может конечно многовато но для первого раза как бы посмотрим что он и как он покажет не знаю я как правило так много не заливаю так это не хочешь влазить как-то не желают именно вот эту часть млячная версия не хочет дырки вообще разные в чем проблема в общем ни одной ни другой стороной не хочет залазить туда вошло ладно бог с ним пускай этой стороны будет главное собрать часа так 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 осевой закручиваем это щелчок непонятный был не знаю что-то на место встала наверное так и так 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 чуть-чуть отпустить наверное надо ну 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 а да ну ну она посмотрим я думаю притрется как-то на работаем с таким скрежетом как-то открывается закрывается я думаю что с этим справимся совсем так еще я хотел протянуть в этом месте здесь принципе достаточно нормально хорошо затянуто претензий нет но что я могу сказать я малость расстроен тем что здесь не дистанционная втулка стоит как бы скажем так неприятно но ладно что есть то есть будем пользоваться тем что есть будьте внимательны и аккуратны хотя здесь конечно лотерея угадаешь не угадаешь скажем так попадешь на не попадешь на нормальную вещь поэтому видно будет следующая встреча я думаю будет у нас по поводу этого ножа будем его тестить как бы на каким-либо образом тестировать его за всем спасибо до свидания до новых встреч